Дончане и эксперты Сегодня людей, которые употребляют наркотики, можно наказать только административно. Максимальная сумма штрафа не больше 5000 рублей. Предусмотрен и арест на 15 суток. Но если человек употребляет, значит какое-то время и хранит у себя запрещенное вещество. А это уже уголовное наказание. До 8 лет можно получить за производство сбыт и пересылку. За продажу дают до 10 лет тюрьмы и штраф 500 тысяч рублей. За хранение будут судить только в том случае, если у наркомана обнаружили больше 2 граммов запрещенного вещества. Чтобы употреблять ежедневно, достаточно и меньшей дозы. Поэтому те наркоманы, которые попадают за решетку, чаще всего и торговцы, и дилеры. В Ростовской области 10% от всех преступлений совершается в состоянии наркотического опьянения. Наркотизация населения несет прямую угрозу государству. Это нужно принять напрямую. Хотелось бы довести о том, что на сегодняшний день, на 1 января 2017 года, 13,5 тысяч потребителей наркотиков официально стоит у нас на учетах. А с диагнозом наркомания более 9 тысяч человек. Цифры безусловно большие, но вместе с тем, для того, чтобы знать истинную ситуацию, мы время от времени проводим социологический опрос населения. Так вот, согласно последнего опроса, мы говорим о том, что порядка 90 тысяч человек употребляют наркотики с различной степенью регулярности, в том числе 16,5 тысяч постоянно. Если вы сравните с цифрами, которые я сказал, официально, и социологический опрос, то эта разница вообще очень большая. Поэтому, исходя из этого, нужно относиться к этой проблеме. Безусловно, вопрос распространения наркотиков имеет и определенную скрытность. Цифры, естественно, нужно исходить из того, что цифры большие, потребителей больше. В соответствии с этим и меры реагирования должны быть соответствующие. Хотелось бы отметить, что 84% из опрошенных лиц, употребляющих наркотики, сказали о том, что первый раз они наркотики попробовали с 16 до 25 лет. 11% возрасте от 12 до 15 лет. Мы говорим о том, что проблема наркомании находится на самых ранних степени развития человека. То есть это люди молодые, как правило. Правительство Ростовской области уделяет большое внимание профилактике наркомании. В основном работа направлена на молодежь. Проводят антинаркотические акции, спортивные мероприятия, семинары и конференции. В этом году на эти цели потрачено больше 10 миллионов рублей. В области работает антинаркотическая комиссия. Если молодой человек будет знать о том, что за это употребление наркотиков не только его личное дело, но за это может последовать наказание, я думаю, что значительную часть молодежи мы убережем от того, чтобы они приняли наркотиков. Какой-то у них табу появится, шлагбаум в голове. Пока не меряем. Это норма действовала в советское время, это норма действовала в начале 90-х годов. Но наркоманов было меньше. В СССР наказывали, если человек был задержан в состоянии наркотического опьянения повторно. Преступнику грозило наказание до 7 лет лишения свободы. После распада Союза Верховный Совет упразднил любую ответственность за употребление наркотиков. Сегодня наркомания внесена в международный классификатор болезней. Поэтому для государства люди, которые употребляют наркотики, прежде всего больные граждане. Их надо лечить и помочь побороть психологическую зависимость. Может быть поэтому наказания для наркоманов в уголовном кодексе пока нет. Уголовная ответственность неприемлема. Есть уже сейчас в законодательстве достаточно мер уголовной и административной ответственности, которые надо, чтобы заработали. Как-то считается в обществе, что это распущенность, что это безволие, что человек не может себя взять в руки. Будь мужиком, как говорят, прекрати это. Или в отношении женщины, у которой дети, ты же мать. Как вот посмотри на этих детей. Но это не работает в отношении алкоголизма и наркомании, ну в частности наркомании, это не работает. Потому что все равно это болезнь по психологическим моментам возникающая. Наркомания – заболевание, давно ставшее серьезной проблемой. Ежегодно ее жертвами становятся десятки тысяч человек. И количество наркозависимых продолжает неуклонно расти. А статистика по стране просто ужасает своими цифрами. Согласно данным ООН, за последние 10 лет количество наркозависимых в России возросло в 10 раз. Около 8 миллионов человек принимают наркотики регулярно. Попробовали наркотики около 18 миллионов россиян. Ежегодно из жизни уходит порядка 70 тысяч человек, подверженных этой зависимости. Средняя продолжительность жизни наркомана – от 5 до 15 лет, отсчитывая с первого употребления. Проблема наркомания и алкоголизации – это проблема незанятости и большой реальной безработицы. Понимаете, малого достатка людей. Потому что ни наркоманом, ни алкоголиком человек не рождается. Но социальная ситуация побуждает его к этому. Повышать надо. Почему? И за употребление тоже. А для тех, кто распространяет, надо расстрел вводить. Смертная казнь. Смертная казнь. Китай является в этом плане, в историческом, самой пострадавшей страной. И самая эффективная решаемая. У них лондонская компания, в свое время известная, она 143 миллиона погубила китайцев. Понимаете? И они вынуждены были ввести законы, которые резко ужесточили борьбу с наркоманией. И в Китае этот вопрос решается более эффективно, чем в любой стране мира. За смертную казнь и бывший наркоман Александр. Историю своей жизни парень не скрывает. Наоборот, хочет поделиться негативным опытом для того, чтобы уберечь кого-то от страшной зависимости. Александр вырос в благополучной семье. Хорошо учился в школе и уж точно не мечтал в будущем стать наркоманом. Его юность пришлась на 90-е, когда в страну хлынул неконтролируемый поток запрещенных веществ. Александр долго сопротивлялся соблазну. Но однажды, уколовшись из любопытства, смог отказаться от зависимости только спустя 14 лет. Ну, черствеешь, конечно же. Вплоть до того, что мама стоит перед тобой там на коленях, говорит, ну не ходи, сын, уже все, хватит. Ты просто перешагиваешь, идешь дальше. Ну, потому что нет внутренних чувств каких-то. Самое главное для тебя наркотик. Атрофируется не только чувство. Теряется смысл жизни. Чаще всего наркоманы погибают от передозировки и самоубийств, приобретенных хронических заболеваний и насильственной смерти. Образ жизни наркомана сам диктует распорядок дня. Истории у всех разные. А цель одна – найти новую дозу. Я просыпалась, чувствовала себя плохо. То есть нужны были деньги на употребление наркотиков. Для того, чтобы их как-то получить, начинались звонки. То есть неадекватное поведение, суетливость, раздражение на родителей. Елене из Петербурга всего 29. 10 лет своей жизни она отдала наркотикам. Девушка с ужасом вспоминает эти времена. Вместо того, чтобы стать успешной, выйти замуж и родить детей, она 10 лет гробила свою жизнь. Когда возвращаться в эту бездну уже не было сил, начались поездки по психбольницам, центрам и клиникам. Вдохнуть полной грудью получилось только в Ростове, спустя год после запачканной наркотиками жизнью. В реабилитационном центре «Ростов без наркотиков» бывших наркоманов лечат и словом, и делом. С воспитанниками центра тесно работают психологи. Ребята сами помогают друг другу морально, приобщаются к православию, лечат их и трудотерапией. Большая часть воспитанников центра после такой реабилитации возвращается к нормальной жизни. На вопрос, нужно ли вводить уголовную ответственность за употребление наркотиков, бывшие наркоманы отвечали по-разному. Нужно, наоборот, направляться на лечение, может быть, принудителем, может быть, как-то через суд это все делать. Но не закрывать наркоманов, потому что наркоманы, они все-таки люди, их нужно вытаскивать из этой беды. Вы знаете, наркоманов не останавливает ни уголовная ответственность, ни видеоматериалы, которые в большом количестве сейчас выложены в интернете. Все, наверное, смотрели, когда у людей гниют ноги, у людей, я не знаю, много чего происходит вообще. Для нас было бы лучше ввести смертную казнь за распространение наркотических веществ и, может быть, даже пожизненные сроки за употребление наркотических веществ. Руководитель центра Станислав Горяинов уже давно борется с наркоманией точечно и, наверное, поэтому тоже очень категоричен в своих высказываниях. Это нужно сделать раз, но не забывать, самое главное, привлекать к уголовной ответственности, а лучше расстреливать торговцев наркотиками и тех, которые их крышуют, которые их поддерживают за огромные деньги. Если это будет равномерно, тогда это будет помогать и получаться. А выходит как? Это одних посадили, другие умерли, а эти как продавали, так и продают? Самое страшное, что жертвами наркозависимости, как правило, становятся студенты и школьники. Стартовый возраст наркомана с каждым годом все меньше. Сегодня в реабилитационные центры приводят детей от 12 лет, и в этом юном возрасте они уже плотно сидят на наркоте. В силу неокрепшей психики и отсутствия жизненного опыта, дети чаще всего рискуют попасть под влияние компании, попробовать наркотики, не рассчитать дозу и погибнуть от передозировки. Пагубнее всего на организм влияют синтетические наркотики, например, соли и спайсы. Но, как утверждают сами наркоманы, их можно купить на любом рынке города. Их маскируют под другие виды товаров, меняют этикетки и названия. Но тот, кому надо найти очередную дозу, знает и места продаж, и наркоторговцев в лицо. При этом ежегодно за сбыт и хранение к уголовной ответственности в Ростовской области привлекают около двух тысяч человек. Так, по итогам полугодия текущего года, 2017 года, выявлено 3109 наркопреступлений, если сравнивать аналогичным периодом 2015 года, это 2508 преступлений, а если сравнивать с 2015 годом, это 3009 преступлений. Ну, соответственно, исходя из анализа, практически такая же наркоситуация по выявлению наркопреступлений с периодом 2015 года. Что касается раскрытых преступлений, на сегодняшний момент, в текущем году раскрыто, в 2080 преступлений, в 2016 год аналогичный период 1938, если брать аналогичный период 2015 года, в 2053. То же самое показывает статистика на уровне, практически на уровне, даже выше 2015 года. Что касается привлечения риск уголовной ответственности, за истекший период 1745 лиц привлечено за наркопреступления, прошлый период 1561, 16 год, и в 2015 год 1617 лиц. Здесь необходимо отметить, что немаловажно, что больше лиц привлечено непосредственно за сбыт наркотических веществ. Что касается самого наркорынка, наркорынок видоизменился, то есть традиционные стали замещать такие наркотические средства, как синтетического происхождения. Да, доля изъятых в большей степени традиционных наркотиков, так называемых, относящихся к группе, к каннабисной группе, это марихуана, гашиш, но в большей степени изымается, соответственно, марихуана. Причины понятные. У нас местная сырьевая база, условия для прорастания дикорастущей каннаби и так далее. На втором месте занимает доля синтетических наркотиков. Если рассмотреть и проанализировать последние 3-4 года, идет тенденция крупных изъятий наркотических средств синтетического производства, таких как производный N-метилоэфедрон, так называемые соли, спайсы, психотропные вещества, амфетамин. По сравнению, если в течение 2015 года было изъято около 26 килограмм синтетического наркотика, в 2016 году около 40. По стране изымают тонны запрещенных веществ. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2016 году у наркоторговцев изъяли больше 24 тонн наркотиков. Годом ранее эта цифра была в два раза больше. Население страны сегодня и говорит, что необходимо ужесточить наказание не за распространение, а за употребление наркотиков. Это будет более действенная мера, когда тот человек, который пытается, или которого втягивают в эту компанию, он будет знать, что если завтра при тестировании у него будет обнаружен наркотик в крови, то он получит на первый раз а год, на второй раз три, на третий, там пять, и так далее, и так далее. Недавно в Госдуму внесен законопроект об изменениях в законодательстве по вопросу отсрочки отбывания наказания осужденным признанным больным наркоманией. Суть закона в том, что человек, которого признают зависимым, вместо того, чтобы сесть в тюрьму, отправляется на лечение. За хорошее поведение он и вовсе имеет право на отмену отбывания срока в колонии. После прохождения курса лечения от наркозависимости при наличии ремиссии заболевания, не меньше двух лет суд освобождает бывшего наркомана от наказания или оставшейся части тюремного срока. Очень много законов против наркоманов, но практически нет законодательной базы поддерживающих их, чтобы они получали помощь именно от государства. Возможно, поддержка в трудоустройстве, социальная поддержка в дальнейшем, чтобы они сопровождались, чтобы они не ушли обратно в употребление, а сопровождались до конца их жизни, имея такой недуг, зависимость такую. Но так или иначе, платить за лечение наркоманов придется нам с вами. Это дополнительный налоговый груз на налогоплательщиков. А как к ужесточению уголовной ответственности за употребление наркотиков относятся дончане? Мы спросили у прохожих. Да, я считаю, это нормально, потому что эти люди сами пошли на этот путь, так сказать, сами превратились в тех, кем они на этот момент являются. И по факту они должны нести ответственность за это, поскольку, на мой взгляд, одиночек наркоманов практически не бывает. Они в любом случае в некоторых группах находятся и, соответственно, привлекают к своим группам дополнительных людей. И таким образом сами же становятся рассадниками этого зла и лучше им находиться в местах решения свободы. Они одни из участников оборота наркотиков. Оборот наркотиков у нас заключен в стране. Какая разница, на каком этапе они взаимодействуют. Но по факту употребляющий человек в любом случае единицу времени хранит. Только не пойман за руку с, скажем так, с веществами в кармане. Поддерживаю это, потому что уже надоели эти надписи обдолбанные граждане на улицах абсолютно за и за врасточение ответственности. Мне кажется, лучше уголовную ответственность поддерживать в плане того, что реализация. Вот это, а как бы в плане того, что больного человека сажать в тюрьму, я не считаю, что это целесообразно. Потому что у нас же давно существует, что психопаты, а их же лечат отдельно в клиниках, у них совершенно другие права. А наркоман это тот же самый человек, что психопат, у него серотонина нету в крови. Он же, получается, без наркотиков уже не может ничего радоваться жизни. То есть это убогий, ограниченный человек. Я считаю против этого уголовной ответственности, потому что это следствие. А причина в другом. Причина, мне кажется, внутри общества, внутри семьи. Вот источник. А уголовная ответственность это уже наказывает тех, кто под силу, несчастных, больных людей. Если человек зависим и болеет, я думаю, что его за это судить не надо, его надо в первую очередь лечить. То есть, я думаю, так, позиция такая должна быть. Кто это поощряет, то есть, кто обеспечивает этими наркотиками, кто, скажем, выбит их у нас, по сути, их надо и судить, по-моему. Нужно наказывать, потому что они считают, что их вылечат, и ничего страшного не случится. Вот они употребили, потом их полечили, и можно заново становиться на этот путь. А если же они уже получат какое-то наказание, они, возможно, задумаются и не будут больше этого делать? Да не, не нужно. Я считаю, не нужно. Каждый сам выбирает свой путь. С одной стороны, это люди, которые больные, им надо помочь и как-то лечиться. С другой стороны, это люди, которые опасны для окружающих тем, что они могут прямым или косвенным образом повлиять на своего друга либо соседа, то есть там наркоманов станет не один, а два. Они все равно будут так же это все делать, просто это будет намного хуже прослеживаться, чем нежели сейчас. Я считаю, что это не решит в корне проблемы. То есть не имеет смысла вообще, если уже они вступили на такую дорогу, вряд ли их остановят, еще и указание наложения каких-то штрафов. Я как бы за. Правильно. Это так и надо, чтобы, блин, чтобы, ну, хотя бы хоть как-то убрать вот это вот, хоть чуть-чуть, чтобы эти уроды тут не ходили со своими шприцами, блин. Дети ходят, смотрят, вот это вот там, там шприц валяется, там шприц валяется. Это надо как-то убирать. У меня творят наркотики. Хотят умерщить. Позвоните домой, пожалуйста. Каждому, кто только задумывается о том, чтобы съесть первую таблетку или сделать роковой укол, нужно помнить, выбор есть всегда. И чтобы не стать частью страшной и грустной статистики жертв наркоторговцев, лучше вовремя сказать нет и не превращать свою жизнь в кошмар. Уголовную ответственность пока вводить никто не собирается. Сегодня это только разговоры. И мы поговорили, вы слышали разные мнения, ведь у людей разные взгляды. С вами была Галина Горлова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова